всем привет это канал any nails в этом видео я хотела бы с вами поговорить про базы а то есть какие базы у меня есть какими я люблю пользоваться какие базы для чего лучше подходят а также мои любимые базы и показать мои базы нелюбимые в которых я разочаровалась если вам это интересно то продолжать смотреть первое что мы рассмотрим это базы прозрачной то есть классические базы первая база это база от фирмы эми она классическая она тонко покрывает она наносится без выравнивания и сейчас я пользуюсь ей постоянно потому что как некоторые знают что я перешла на гель на гелевую систему когда я делаю покрытие гелем и поэтому выравнивание базы я почти не выполняю сейчас делаю выравнивание гелем поэтому эта база отлично подходит она быстро наносит у неудобная кисточка форме кутикулы так скажем да и ей очень удобно работать поэтому она мне очень сильно нравится и я вам ее могу рекомендовать следующая база это база от луи филипп фирма база стронг она такая для подходит для выравнивания я ей пользовалась до того как перешла на гелевую систему я делаю выравнивание и у моих клиентов где держалась все просто отлично у нее красивая баночка достаточно хороший объем она подойдет как для новичков так и для мастеров уже с опытом она имеет такую среднюю консистенцию ей можно выровнять и не беспокоиться что она куда-то затечет следующая база это тоже фирма луи филипп это hard база я ее наносила когда нужно было укрепить длинные ногти допустим большая длина ногтей мы делали просто покрытие до базой без укрепления то я наносила конечно же hard базу но лучше под нее нанести какую-то более подвижную эластичную базу ту же ими допустим можно нанести либо втирающим слоем базу которую вы которой вы полностью доверяете что она хорошо держит но иногда я покрывала этой базой и без подложки другой базы тоже все хорошо носилась ну так на всякий случай я советую все-таки покрывать следующая база это тоже луи филипп и это уже камуфелирующие базы камуфелирующие базы от луи филипп не очень сильно понравились я сначала не не покупала их много покупала по чуть-чуть потом поняла что все базы которые покупаю именно камуфелирующие мне от них очень сильно нравится и я бы вам могла их рекомендовать потому что они хорошо просыхают на толщине хотя там есть цвета и более пигментированные допустим то розовыми есть очень пигментированный цвет но он хорошо просыхает и также без подложки какой-то он хорошо держит держится на ногтях в общем отличная база следующая база о которой бы я хотел с вами поговорить это база от фирмы у на у на я рекомендую когда вы не знаете что выбрать всегда всем рекомендую взять ум на потому что ну она база отличная тем более для новичков и для мастеров во первых удобно ее использовать и для наращивания и для просто нанесения с выравниванием потому что у него очень удобная кисточка на такая короткая и удобно ей наносить втирающим именно слоем и при этом она хорошо держится на любых ногтях эта база держится отлично именно у меня у моих клиентов все с ней было отлично поэтому такая универсальная база но сейчас она для меня все таки было бы густовато я бы наверное ей не пользовалась ну просто потому что я ищу какие-то новые варианты для себя законная работала очень долго и она отличная следующая база о которой бы я хотел поговорить это фирма dance legend я сейчас уже этой фирме не пользуюсь потому что раньше я ее очень часто покупала а сейчас я просто перестала покупать этот бренд просто потому что захотела пробовать новые базы база от этой фирмы она тоже отлично у нее тоже коротенькая кисточка удобно наносится хорошо выравнивается подходит и для новичков я вот как раз таки когда была новичком часто ей пользовалась и в общем-то отличная тоже универсальная база который подойдет для любой ногтевой пластины и отличное выравнивание удобная кисточка и хороший объем в общем хорошая база ничего не хочу сказать против этой базы также хотел бы вам показать камуфлирующую базу dance legend молочный оттенок у меня это мой самый любимый оттенок молочного есть разные базы с цветом молочным но вот этот эта база мне нравится больше всего и беру я ее даже сейчас для того чтобы создавать такие молочные ногти почему она мне больше нравится потому что она имеет хорошую полупрозрачность и выглядит это очень красиво как будто какой-то фарфоровый хрустальный но как такой в общем цвет отличный и носибельность тоже этого цвета отличная следующая база который бы я хотела поговорить это базы от типа у меня она единственная в плане цвета и вообще у меня прозрачной базы дивы не было но вот есть одна база от дивы именно розового оттенка что я могу о ней сказать что у нее очень такая текстура текучая то есть ну нужно уметь быстро с ней работать допустим выравнивание лучше ей не делать лучше покрыть уже на выравнивание ноготь либо гелем либо другой базы и потом уже покрытие этой базы и два слоя или в один слой насколько вы хотите плотность покрытия сама база я скажу что она достаточно плотная но при этом из-за того что ее приходится носить тонко она не сильно плотная вот что-то такое вот в общем база не понравилась хорошо носится вот единственное для новичков наверное она не подойдет или выравнивание она не подойдет потому что она слишком быстро утекает и скорее всего она плохо просыхает под толщиной то что у нее очень такое пигмент насыщенный именно у этого цвета я не знаю как там с другими оттенками следующая база который бы я хотела поговорить это база от кротов у меня три цветника три камуфлирующей базы они меня полностью устраивают у них удобная кисточка маленькая у нее у этой базы очень красивые оттенки и они хорошо просыхают даже на толщине и молочная у нее допустим более такой пигментированный оттенок и хорошо просыхает но вот что мне не нравится в этих базах это маленькие флакончики 9 миллилитров баночки всего и из-за того что это густая база то ее как бы не хватает если вы начинающий мастер и у вас мало клиентов то отлично супер она отлично подойдет для этого случая но если вы мастер с потоком то она у вас быстро закончится и когда она уже начнет заканчивается достать из нее базу уже будет трудно приходится наклонять сильный флакончик но это всегда так в базы всегда так работают всегда когда заканчивается даже с большого бутылька сложно наскрепить себе базу но вот когда это маленький флакончик получается этот момент происходит намного быстрее чем с флакончиком 15 миллилитров а так оттенки и сама база кротола на отлично следующая база это one nail она мне тоже очень нравится она гипоэргенная наносится она отлично она подходит под многие ноготочки и у нее удобная консистенция кто уже имеет опыт то есть вы не новичок допустим а имеете опыт и у вас нужно побыстрее выровнять ноготок то это база отлично подходит потому что она средней вязкости но все-таки более допустим текучая чем у на или другие базы то есть с ней можно работать на скорость побыстрее и тем самым она экономит время и при этом отлично носится и в общем не эта база очень нравится что я хочу сказать вам о базах у аннел именно камуфлирующие то я вам скажу что я бы их вам не советовала потому что их в длину в толщину не наложить они очень пигментированные и они не просыхают а самое главное даже если они происходят и даже вы если вы наносите их в тонкий слой на выровненную ногтевую пластину то когда снимаешь любое фрезуешь то металлическое что керамической меня всегда пекло клиентам и мне ясно сама на себе еле-еле снимал эту базу что пекло так что было невыносимыми с одними базами такого не было как с базой у аннел камуфлирующими не знаю кто сталкивался с таким же напишите в комментариях сейчас я и пользуюсь они у меня недавно куплены эти базы и я их наношу максимально тонко и уже на какой-то гель чтобы хотя бы когда мы снимали эту базу не так сильно чувствовать жжение и все-таки когда на геле это совсем по-другому жжение происходит именно при снятии и чаще именно конечно когда я выровняла базой простой и потом нанесла эту базу тогда вот жжение точно есть и и она не очень приятная так что я могу все-таки не рекомендовать вам эти базы и причем когда я пришла их покупать кто-то когда покупал эти базы женщина она говорила знаете типа ей предложили эти базы она сказала у меня эти базы жгут при снятии и все равно купила эти базы и поэтому я тоже их купила и тоже вот на этом так скажем окралась потому что я на самом деле не верю когда там кто-то что-то говорит в магазине потому что есть неопытные мастера и все такое и консультанты бывают неопытные и поэтому я все экспериментирую пробу потому что мне нравилась база прозрачная от этой фирмы и я хотел пробовать камуфлирующая база от этой фирмы и они мне как бы вообще не понравились следующая база которым не категорически не понравилось и что же это за база а это база камуфлирующая от клио и и на самом деле такая история сначала я любила эти базу камуфлирующая покупала их постоянно всякие разные оттенки эти базы мне очень нравились как они носились как они наносились и все было в этой базе отлично но что-то с ними пришло не так я покупала она у меня загустевала внутри причем новая база потом я еще раз покупала ну думаю вдруг что-то с партии или с цветом определенным покупала она у меня то же самое превращалась и я что-то думаю что и из что-то здесь не так сначала исправляла все перемешиванием палочки апельсиновой внутри бутылечка все было хорошо но во время нанесения потом опять она загустевала нос какое-то время она стала еще больше больше превращаться в комочки которые уже не перемешать в общем это какая-то странная тема и сколько я не покупала я уже все разочаровалась полностью в этих базах от клио и больше их брать не хочу и вот я вам сохранила специально бутылечек чтобы сказать как свернулась эта база внутри и конечно же я ее собираюсь выкинуть вот такие у меня база были если вам было интересно это полезная информация обязательно ставьте пальчики вверх также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые и полезные видео а на этом все всем пока пока